Род Николая В молодости, поступив на госслужбу и имея степень кандидата права, он откажется от престижной работы в Государственном Совете ради духовно-просветительского христианского служения. Более того, он откажется даже от брачных уз, дабы ничто не могло его отвлечь от богоугодного дела. Николай станет основателем русского студенческого христианского движения, выпустит пособие по изучению Евангелия от Марка, которое выдержит несколько изданий и будет очень популярным в массовой среде. Его ученик Марцинковский, также христианский философ и богослов, напишет об учителе, что тот был выдающимся проповедником, при том, что так редко бывает проповедником для интеллигенции, для студенчества. Он владел простым и ясным языком Библии. Его библейские этюды Моисей, Иаков, Захей, Самарянка и другие представляют собой классические примеры религиозной речи, где нет лишних слов, нет пряностей. Все ясно, сжато, выразительно. В 1919 году Николай Павлович умрет от кишечной инфекции в родовом имении в Выборге. С его смертью прервется и род Николая по мужской линии.